Привет, зритель! Была у меня давно такая мечта займить девайс, который бы мне мешал тесто, которое сложно, допустим, вымесить руками или миксером проблемно. У меня это потопный советский миксер Мария. И тут внезапно на днях меня клюнуло в одно место, мягко наверное, что-нибудь себе заказать. И я вроде как хотела хлебопечку, но друг сказал, что-то типа нахрена на тебе. А другой новый друг сказал наоборот, что лучше взяла хлебопечку. Но в итоге я уже на тот момент заказала не хлебопечку. Я вообще на самом деле ее раскрывала, и тут оно сейчас будет сверх ногами, но не проверяла. Я надеюсь, что оно работает. На него на всякий случай есть год гарантии. Это тесто-мес. И он еще короче как бы подогревает тесто. То бишь можно сделать тесто на пирожки, а потом уже и... Да, вот, кверх ногами оно. Потому что так убиралось. А потом можно уже сделать, оставить его, подогреть. И год уже нормальная тесто. А мне очень проблема с тестом, чтобы оно подогрелось до нужной консистенции. Ну, чтобы оно поднялось. Миксер для теста BQMX521. Тут крышка. Ну, а тут даже этот... Ну, штучка, которая мешает теста. Ну, скотчем для Ведмина. Потому что нам понадобятся ноженки. Упаковали на совесть не было. Вообще правильно. То я тут себе крем заказала один на Вайберис, а он пришел весь сломанный. Заметила я уже дома. Так. Крышечку. Я же еще думала, что я это повезу в берега Брюкзачучкин. Ну, наивная чуковская женщина. Наивная и вся Люля. В итоге пришлось вот везти на ботарнике. Я, возможно, ему товарищу по нищечеству скинула. Но, по-моему, у меня еще не читали. Вот здесь, короче, да, оно холодненькое. Оно из металла. Я боялась, что пластик. Но там в комментах, в вопросах, короче, Позавец написал что-то из металла. Внутри тут что-то типа металл-пластик. Не знаю, что. Вот. Очень прилепило. Инструкция по применению руководства по эксплуатации. Тайлент гарантийный. Что куда вставляется, ну и тому подобное. Я ее гляну попозже. Там, короче, было четыре модели. Различались они цветами и еще функциями. Ну, то есть вот я выбрала ту. Еще в подобном цвете тоже еще что-то было. Этот розовый там. Здесь три кнопки, плюс еще информация вот на этой панете. Ну, вот здесь. А были еще просто три кнопки без информации. Я, как обычно же, выбираю, чтобы все нормально было. Чаша на пять литровку. Она немножко пахнет, как и обычно бывает у таких девайсов. Пластиком. Чаша с ней молится. Вот чаша. Тут что-то ближе к такому пластику. Ну, какой-то есть пластик такой технический. Вот сюда надевается. Она прямоугольная, кстати. Вот так же, как выемка тут. Такой столбик. Ну, она, соответственно, вот крутится потом. То есть, как бы сначала она крутится. Там есть девиза программированная изначальная программа. И плюс инструкция по применению, что, как туда ссувать. А потом уже ставится на подогрев. А то у меня очень проблема такая. Тесто сделать, чтобы оно реально очень дроживое поднялось. В последний раз я его держала. Чаша для мистера в микроволновке. В микроволновке что-то перед этим грелом. Ну, все равно не тот, если я жил. Функция подогрева. Подогрев чаши поможет ускорить процесс приготовления теста. Максимальная мощность 600 ватт. Чаша из нержавеющей стали, 5 литров. Функция ферментации. Двойная защита от перегрева, от перегрузки. Электронное управление. Металлический хрюк для замешивания теста. Защитная крышка от брызг. Прояснение на ножке. Для носить его шнура 1 метр. Напряжение 220-240В. И 50 дробь 60 герц. Так, вот тут выемки. Да, и здесь вот тоже на крышках такие выемки. Вот оно закрывается. Ставится. Крутится в принципе. Вот как раз я про это меню говорила тут. Короче, я как бы приближу немножко. Три кнопки и формажка. Но я перевернула вверх ногами. Надо в обратную сторону, чтобы формажка будет сверху. Вилка вполне себе евро. Может это если кому интересно. Вот оно. Присоски. Здесь вот она как раз поворачивается, чтобы ее снять. Ну, повернули и не снимешь. Повернул на себя и она свободно открылась. А повернул в обратную сторону и ее уже не снимешь, она закреплена. Здесь вот этот провод. Розовенький. Я сначала хотела фиолетовый, но у фиолетового только три кнопки было. Здесь же у нас время, максимальный объем и продукты. В общем тесто 5-15 минут оно замешивается. 1000 грамм муки плюс 550 грамм воды равно тесто. И ну там соответственно еще соль и прочее добавляется. А тут дальше еще 5-9 минут. 1000 грамм муки, 500 грамм воды. Лапша. На лапшу у нас есть машина макаронная. Когда-нибудь я ее снова буду использовать. Внимание! Очищайте поверхность прибора только мягкой тканью. В общем тут время старт, стоп. Время замешивания и время ферментации. Я как бы воткнула уже в сеть и включила. Если двойной наш щелчок, то как бы идет 15-минутная программа. Если просто включение, то тут выбирается время уже 45 минут. Час. Час 15. Час 30. Час 45. Или 10 минут на стойке. Вот 10 или 10, 20, 30, 45. Это чтобы прогрев. В общем надо полностью палец положить на эту кнопку. И они оба мигают то один, то другой. Это чтобы сначала помешал, потом уже тесто настоялось. Замять. Красным загорится огонек после того, как переходит в режим другой программы. Замять. Вот. Теперь сброс. чем надо полностью палец ложить на эту кнопку чтобы она сработала и немножко надавить посильнее 7 потом 9 12 и 15 это время замешивания опять 5 а в общем вот такая штуковина у меня теперь если у тебя что-то подобное есть и этим пользовался поделись со мной в комментариях ну или может что-то еще написать мне типа вау лёля опять очередной какой-то странный девайс я купила если хочешь поддержать канал где-то будет облака но и пока